Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я познакомлю вас с новой мордовской народной сказкой, а называется она «В лесной избушке». Жили-были старик со старухой, и были у них бычок, барашек, гусек, уточка да петушок. И вот осенью задумал старик зарезать бычка, а тот услышал, что его зарезать хотят, и в лес убежал. Старик подумал, волки бычка задрали, погревал о нем, да что поделаешь, был бычок, да сплыл бычок. Тогда, говорит старик, баранчика зарежем. И баранчик услышал, как говорили старик со старухой, и тоже в лес убежал. Старик подумал, к чужой отаре пристал баранчик, и на ярмарку угнали его. Погоревал, да что толку, был баранчик, да сплыл баранчик. Решили они тогда зарезать гуська, но тот тоже в лес убежал, и уточка ушла, и петушок. Уж очень не хотелось им в похлебку попадать. И вот собрались в лесу на полянке бычок, барашек, гусек, уточка да петушок. Думают, как им дальше быть, да что делать. Зима на носу, надо дом строить, говорит бычок. А у меня шуба теплая, баранчик отвечает, мне дом не нужен. И мне, говорит гусек, меня перья греют, я в холодной воде плаваю и не мерзну. И я, и я, закрякала уточка, а когда холодно, я голову под крыло спрячу и согреюсь. У меня пух теплый. А я, сказал петушок, если холодно будет, заберусь на высокое дерево, запою погромче. Солнышко взойдет и меня согреет. Пришлось бычку устроить дом самому. Копытами деревья валил, рогами перетаскивал, хвостом стены конопатил. На славу дом получился, крепкий да теплый. Живет в нем бычок припеваючи. И вот зима наступила. От мороза звери и птицы кто куда попрятались. Один серый волк по лесу шастал. Однажды стучит кто-то в окошко к бычку. Кто там, спрашивает бычок. Это я, баранчик. Пусти погреться. Да ведь у тебя шуба теплая, тебе дом не нужен. Не пустишь, я лбом окно выбью, грозит баранчик. Делать нечего. Открыл бычок дверь. И стали они жить вдвоем. На другой день стучится гусек. Тоже погреться просится. Тебя же перья греют, говорит бычок. Тебе и без дома хорошо. Не пустишь, грозит гусек. Я клювом весь мох из стен вытащу. Пустил бычок в свой дом и гуська. Так стали они жить втроем. Приходит уточка и тоже в окно стучится. Кря-кря, замерзла я. Тебя пух греет. Зачем в дом просишься? Спрашивает бычок. Не пустишь, говорит уточка. Я дверь клювом раздолблю. Ладно, заходи и ты. Потом стучится к ним петушок. От холода красный гребешок у него белым стал. А ты взлети на высокое дерево, да запой погромче. Солнышко взойдет и тебя согреет, говорит бычок. А петушок кричит в ответ. Не пустишь, крыльями крышу по соломинке развею. И петушка пустил бычок. В пятером стали они жить да поживать. Долго они жили или недолго, но как-то мимо идет волк. Видит новую избушку и думает. Сколько раз я тут пробегал, пусто было. А теперь кто-то дом построил. Ну-ка погляжу, кто в нем живет. Заодно пообедаю с хозяевами. Зашел волк в избушку, поклонился хозяевам. А сам глазищами по углам. Зырк-зырк. Бычок около печки стоит, баранчик у припечка лежит. Гусек на лавке сидит, уточка под лавкой. А петушок на печке. Догадались они сразу, зачем волк к ним пожаловал. Бычок и говорит. Братец-баранчик, чем же мы гостя угощать будем? Да как наш младший братец скажет, так и угостим, отвечает баранчик. Только куда ж он делся, наш младшенький? А петух с печки кричит. Ку-ка-ре-ку, подавай гостя сюда. Не успел волк ничего сообразить, как набросились на него все жители лесной избушки. Один кусает, другой бодает, третий клюет, четвертый крылом бьет, пятый в глаз норовит ударить. Не ожидал такой встречи волк. Бросился в дверь без оглядки. Бежал, бежал по лесу, остановился отдышаться и говорит сам себе. На силу-то я спасся. А если б на печь меня затащили, не быть мне в живых. Он, как младший брат, кричал. Ку-ка-ре-ку, подавай гости сюда. С тех пор волк и близко не подходил к лесной избушке. А бычок, баранчик, гусек, уточка и петушок до сих пор дружно живут. Пойдет бычок за дровами, все за ним. Пойдет уточка за водой, все за ней. Был и я у них в гостях. Подали мне меда, допил воду. Подали вина, да корец без дна. Подали пирог, а я бежать со всех ног. Вот такая на сегодня была сказка. Спасибо вам за внимание и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова